Гребенников Гребенников Принимает Бородков Значит Андерсон все Все разрешилось Андерсон в диагональ Женя Гребенников в атаке Друзья Либера Зенита приносит Сетбол Ну вот и такое бывает Посмотрите там начал сетовать Андерсон Что дескать не ему сейчас передачу отдадут А в итоге Будьте любезны Будьте любезны И радость Андрея Толочко можно понять Женя Гребенников приносит Сетбол Бабкевич из четвертой зоны Проходит в направлении Влад Олимпийку Сербский диагональ Казаченко По голове впадает мяч Воронкову сносит Женя Гребенников Но мяч в игре оставляет Не знаю он вышел или нет Воронков здесь такой Финк Гранкина хотел провернуть Мяч приземлился за боковой Что говорит о том что не все Идет так как он хочет Вновь Шкуляов сейчас принимал Самому атаковать Гребенников спасает этот мяч К восторгу арены К восторгу болельщиков Богдану выполняет Тайп И вот теперь уже Псена ушел здесь Потому что действительно очень красивый Рот игрыш Что косвен сильнее на блоге 12-10 Доводит Лауре Кермен в защите Все терпит Женя Гребенников В Болине Там есть Итан Соколов Без нападений Да без нападений Остается Динамо Кто есть в арсенале У Дмитрия Ковалева И что творит Динамо Москва На все четыре стороны Готов отлететь мяч Но там есть везде По игроку Динамо Овации на волейбольной арене Динамо И это только начало друзья Ведь в этом году 30 туров Мужской паре Суперлиги А это только шестой Только 20% позади Оставляет мяч в игре Воронков И продолжается розыгрыш Гребенников успевает Полетаеву неудобно Но Виктор Полетаев Это Виктор Полетаев 19-18 Диагональный Питерского Зенита в этом году Очень и очень хорош Казаченков подает Через трос Гребенников на приеме Ну и здесь Полетаев все-таки смог Из четвертой зоны своей Из четвертой зоны своей В нынешнем сезоне демонстрировал Гребенников 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 А Мэти Ундерсон Гребенников 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 Гребном Гребенников Смог вернуться в игру, сравнять счет 2-2 и буквально на тайбрейке 2 очка. Не хватило для того, чтобы какой мяч сейчас спасли, перекинул Максим Космин на сторону Локомотива, на бой. И сразу еще и заблокировал Илью Казаченкова. Розыгрыши не Максима Космин. Игоря Кобделя. Мортенюк ее легко принимает и атака с третьего этажа Лизика, но Гребенников хорош в защите, а Бабхевич в контратаке. 3-0. Итак. Меняет направление Соколов и плодовщик принимал Гребенников. Не слишком хороша передача для Бабхевича, он обманывает, но не выигрывает. Хорош в защите Гребенников на тройном. Важнейший мяч, Соколович, да, и выигрывает. Молодец. Потому что плюс один, и это совершенно другая история. Ленда Бухов прекрасный. Дмитрий Волков подает, Егор Клюга принял эту подачу. Передача сложная в выполнении Говалева в направлении Воронкова. И теперь уже контратака Казанцев. Повторная контратака. Результативно, да, столкнулся с девушкой, которая подает вещи. Извиняется. Ну все обошлось. Девушке, но... Не получается. Не получилось у Ковалева скинуть сразу. Отыгрываются от блока то одни, то другие. И в итоге Виктор Полетаев заставляет Андрея Толочко сжать кулак и потрясти. Бракин с трудом принимает эту подачу. И Альхачдад из четвертой зоны на четвертом блоке. Но Гребенников в защите хорош. Тихонов с задней линии и попадает. Да, пока это первый сет Тихонова, можно сказать. Но, во всяком случае, чаще других он оказывается в центре внимания после своих удачных, позитивных действий. Подача Ковалева. Кровь справляется с приемом. И здесь Гребенников в защите блестяще. Но розыгрыш продолжается. Сетюхен. 26-25. Гребенников с трудом принимает. И Денит без атаки. А в контратаке Куркаев. Но мяч в игре. И снова на стороне Локомотива. Казаченков. И вот Гребенников дошел до мяча. Но, к сожалению, поднять его повыше не смог. 20-23. Клюка принимает. Полетаеву заблокировали. Но страхует Гребенников. Лихошерство сразу не получилось. Клюка добежит. Убегает Андрей Владимирович Тулачко. Оставляет мяч Женя Гребенников в игре. И здесь. Но все-таки Ярослав Подлесных забирает этот розыгрыш. 21-23. Ошибается Тетюхин на приеме. Поднимает на сторону соперника. Но Иван Яковлев этим не воспользовался. Не смог забить. А сейчас мяч уже у благородцев. Аль-Хачдади. Также не забивает. Долгий розыгрыш. Жан в атаке и забивает. Смотрите, да, как радуются парни из Гребенников до этого выигранного. Деру еще раз подает. И тяжелая эта подача для Титича оказалась. И тройной блок против Бабкевича. И мяч в игре. И контратака в исполнении Лобова. Также на тройном блоке. Гребенников спасает этот мяч. Вольвич демонстрирует здесь. Номер два. Вольвич демонстрирует. Вольвич демонстрирует. Вольвич демонстрирует. А между прочим, что касается Дрожжина Лобовича, то его подачи очень бы пригодились новосибирскому локомотиву. Здесь в нападении серп, но не удается забить. Это сейчас про то, что обычный мяч и Юрий Бережко доводит на ту сторону. Браво Игорь Тисевич, который достал этот мяч. Но Дрожжин Лобович как-то был не готов, что достанет его связующий этот уходящий мяч. И просто скинул здесь без блока за такая защита от Семена Кривиченко. И не рискует Александр Костадинов. Это сейчас сразу забьется Зенитом. Конечно, в таких матчах, концовках, после защиты должен был рисковать Александр Костадинов. Спас свою команду от забитого мяча. Вот в этом эпизоде. Вот она атака вот здесь. Видишь, как... Динамо 4 февраля. А потом еще и Новосибирск на своей площадке 7-го. То есть очень напряженный календарь такой у команды из Санкт-Петербурга. Долгий розыгрыш. Заканчивается... Гимн России. Хотя, как вы понимаете, он родился, вырос и вообще подданный Италией. Не получается после таймаута у Зенита атаковать с первого раза. И здесь Андерсон перебрасывает мяч на половину строителя. И отличная атака Владислав Черныш. Ну и вот такую Касин-Ященюшину включают по сводам Сибур-Арены. Вновь Андерсон. Хорошо. Но принимает подлесных и сам в атаке. Гребенников вставляет мяч в игре. А вот Класов нерационально использовал свой шанс. Какой мяч вытащил Гребенников. Ну дайте нам повторно насладиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!